Нарядные выпускники, букеты цветов и торжественные речи. Герои этой утренней линейки, ученики 5-11 классов самой большой школы городского округа, дефилируют в сопровождении классных руководителей. Физики и лирики уже и не школьники почти. Совсем скоро они получат аттестаты. Потом институт и взрослая жизнь. А сегодня последний учебный день, последний звонок. Поздравляя будущих выпускников, директора Анна Филимонова отметила, что уходящий учебный год был богат на новые достижения учеников и педагогов. По результатам независимой экспертизы Министерства образования, школа третий год входит в топ-500 лучших образовательных учреждений России. Многочисленные победы ребят в различных этапах Всероссийской Олимпиады школьников не были бы возможны без труда учителей, участия родителей и помощи металлургов. Разрешите мне от имени коллектива школы поблагодарить тех, кто всегда с нами рядом. Наших шефов, работников Оскольского электрометаллургического комбината и лично Шляхова Николая Александровича, Носова Евгения Николаевича. Особую благодарность выражаем депутату Белгородской областной думы, нашему большому другу и помощнику во всех делах и начинаниях, Угарову Андрею Алексеевичу, который и сегодня для профессиональной подготовки учащихся по программе водитель транспортных средств категории «Б» передает школе автомобиль «Ладо-Приора». Восторгу учеников, которые в следующем учебном году в качестве дополнительного курса выберут обучение вождению, нет предела. Теперь у школы есть свой автомобиль. Андрей Алексеевич помогал нашей школе на протяжении многих лет. И на этой линейке мы узнали, что он выделил автомобиль, и мы очень признательны ему за это. Благодаря нему мы можем теперь более комфортно, более надежно проходить обучение, чему мы очень искренне рады. Педагогический коллектив рад не меньше, ведь каждый шаг депутата Угарова в поддержку школы отзывается эхом ярких побед учеников и учителей. Вы знаете, вот такой подход – это глубокий внутренний показатель приверженности образовательным ценностям и духовно-нравственным. Мы за это ему безмерно благодарны. И он для нас является надежным партнером и другом очень долгие годы. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжаться. Спасибо ему огромное. И, конечно же, хочется пожелать Андрею Алексеевичу Угарову крепкого здоровья, новых творческих идей и реализовать все планы, которые еще он не реализовал. На широкую дорогу взрослой жизни ступают будущие выпускники, получившие на путстве от депутата Белгородской областной думы, управляющего директора ОМК Николая Шляхова. Во-первых, не забывайте свою школу, не забывайте своих учителей, друзей. Уверенно идите по жизни. Все у вас получится. Храните то, что у вас заложено в этой школе. Будьте настойчивыми в своей жизни. Здоровья вам, успехов. Хорошо сдать вам экзамены выпускные и определиться в жизни. Мы обещаем, что через всю жизнь пронесем трели школьных звонков, неповторимость первого урока, дух школьного товарищества. Огромную благодарность и признательность нашим дорогим учителям. Звучит последний звонок. Самый трогательный момент. Последний звонок – праздник противоречивых чувств. Не скрывают эмоции будущие выпускники и их родители. Грустно, что закончился такой этап жизни. Но, с другой стороны, приятно, что начинается новый этап, новая жизнь взрослая, самостоятельная. Очень трогательно, замечательные учителя. Спасибо нашим учителям в нашей школе за то, что они дали такие замечательные знания, за то, что они выпустили наших детей в новую, во взрослую жизнь. Все-таки 11 лет проучился тут, но все все равно в жизни заканчивается, надо это воспринимать серьезно и не волноваться. Впереди ЭГЭ у тебя? Ну да. Какой настрой на ЭГЭ? Ну, пока положительный. Думаю, хорошо все будет. Очень это волнительно, очень родители плакали, тяжело, тяжело это все смотреть. Ну, что все, все заканчивают, все выходят в жизнь, все будущее ждет. Кружат в школьном вальсе одноклассники, выпускники, без пяти минут взрослые люди. Праздник прощания со школьным детством навсегда останется в памяти красивых, умных и успешных молодых людей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!